Первый турнир в честь своего прославленного земляка сочинцы провели 12 лет назад, в год 40-летия легендарного выступления Владимира Немшилова на Олимпиаде в Мехико, где он стал бронзовым призером. За это время в соревнованиях приняли участие свыше двух с половиной тысяч как начинающих пловцов, так и ветеранов плавания России. Сегодня Владимир Немшилов прибыл в родной город, чтобы дать старт турниру. По его словам, научить своего ребенка плавать – обязанность каждого родителя, тем более жителей Сочи. «Все дети стремятся летом на море. Чтобы у вас ребенок был подготовлен. Детей принимают с трехлетнего возраста обучение. Так что это первую очередь. А что дает плавание – это единственный вид спорта, альтернативы нет плаванию, где задействованы все группы мышь, мотор, дыхалка и все прочее. В другом виде спорта нет такого». Сразу после открытия был дан старт на дистанции 50 метров бутерфляем. Именно в этой дисциплине свою первую золотую медаль на краевых соревнованиях получила сочинка Рада Маркова. Плаванием девочка занимается уже более четырех лет. «Мне очень нравится бутерфляй, потому что для некоторых он очень сложный. Но я им пупу даже очень хорошо, особенно на руках. Я чувствую силу бутерфляя и мощность большую». По словам главы Сочи, такие соревнования очень важны, поскольку это сильнейшая мотивация для детей к занятию спортом. «Самое главное – это, конечно, занятость, потому что, смотрите, мы делаем все, чтобы дети не были предоставлены улице, а чтобы они были предоставлены спорту, культуре своим увлечением. И мне кажется, что у нас это получается». Сейчас в детско-юношеской спортшколе номер два обучается 1280 детей. 800 из них – пловцы. Однако с каждым годом желающих заниматься плаванием становится все больше. «Планируем, что мы еще будем развиваться, будем увеличивать количество детей. Ждем ремонта, который у нас в этом году обещается и будет. Бассейн «Напоярка» уже отремонтирован. Сейчас ждем на юных ленинцев». К слову, на реконструкции бассейна «Напоярка» настоял глава города Анатолий Пахомов. Из городского бюджета выделили 167 миллионов рублей. Сейчас сочинцы могут абсолютно бесплатно обучать своих детей плаванию не только там, но и в бассейне на улице юных ленинцев. Его реконструкция на этапе разработки. А пока здесь соревнуются юные мастера голубых дорожек. Программа краевого турнира рассчитана на три дня. За это время участники поборются на различных дистанциях.